здравия вам всем желаю с вами семён ключевский и программа обзор позавчерашней прессы русское слово 1906 год в английских газетах для русских дел прежде были рубрики революция кризис и тому подобное а последнее время введена одна рубрика house интересно как уже рубрику введут англичане в октябре 17 петроградская правда в 1919 году пишет о взятии ямбурга товарищем зиновьевым получена следующая телеграмма дорогой наш вождь товарищ зиновьев доблестные полки вверенной мне дивизии сломив наюпорнейшее сопротивление офицерских отрядов ливина и банд родзянка находятся в преддверии ямбурга противник разбит и отступает в виду самое энергичное наступление противник сильно обороняется как мои части не устали но настроение весьма бодрое потери противника колоссальны начдив солодухин военком бакланов легкое и радикальное избавление от клопов и тараканов помощью специальной жидкости фабрики келлер и компания в москве известия за 1921 год сообщает о мечте айсидоры дункан в москву из лондона приехала айсидора дункан которая произвела революции в искусстве танца носительница идеалов новых форм освобожденного танца дункан говорит что бежала от современного искусства европы тесно связанного с коммерцией и решила отдать свой труд свободной россии ее мечта создать школу для тысячи пролетарских детей и в этом ей обещана поддержка со стороны руководящих органов мечта не осуществилась правда 1951 года под заголовком торговля детьми на черном рынке в полном разгаре газета новель review de la zanne опубликовала статью в которой говорится что во франции англии и соединенных штатах активно действует черный рынок по торговле грудными детьми с одной стороны пишет газета существует много семей которые не имеют детей но желает их иметь а с другой стороны незамужние женщины или многодетные матери которые очень бедны и не в состоянии прокормить своих детей связь между теми другими осуществляют посредники которые извлекают из этого большие барыши в крупных городах существует специальные организации занимающиеся торговлей детьми частные клиники специализирующиеся по тайному приему рожениц поставляют на черный рынок десятки детей по цене от 1500 до 2000 швейцарских франков за каждого в англии например на черном рынке девочки оцениваются в полторы тысячи франков мальчики в тысячу франков в соединенных штатах продажи детей получила еще больший размах дети продаются по 15-20 тысяч франков швейцарских франков число импортируемых детей предназначенных для черного рынка в сша ежегодно достигает 60 тысяч там же берлин по указке американского верховного комиссара маклоя боннское правительство издал распоряжение согласно которому начиная с 3 августа должна быть прекращена всякая торговля западной германии с германской демократической республикой в еженедельнике за рубежом 1991 года опубликована подборка фактов и цифр для пропаганды экологических знаний вот некоторые из них хотя в индустриальных странах живут лишь 25 процентов жителей земли они расходуют 75 процентов вырабатываемой в мире энергии и еще одна капля падающая из крана в секунду уносит более трех тонн воды в год а вот это возьмите на заметку здравия вам всем желаю